Это новости на Хабар 24. И сейчас расскажу о самом главном. К этому часу в студии работает Бульнара Жендагулова. Здравствуйте. Уже второй случай за месяц. Ребенок погиб от укусов бродячих собак в Ак-Тубе. Чиновники продолжают перекладывать ответственность друг на друга. Старую снесли, новую никак не сдадут. Почему затянулось строительство школы в Атерау? Коронавирус никуда не делся. В Израиле официально объявлена его шестая волна. С чем связывают рост новых случаев? Без права на ошибку должна работать комиссия по возврату средств из-за рубежа. Глава государства сегодня обратился к ее участникам, обозначив цели вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Президент поручил системно информировать общественность о проделанной работе. Касамжимар Тукаев поручил навести порядок в экономике и выстроить, цитирую, понятные и честные правила игры. Конец цитаты. По словам президента, в экономической сфере накопилось много системных проблем и перекосов. Казахстанцы ждут результатов. Суды все чаще встают на сторону предпринимателей. Все реже доходят до суда гражданские споры. Об этом президенту доложил глава Верховного суда. По данным Жакипа Асанова, в пользу бизнесменов сейчас решается до 55% дел. Еще год назад они проигрывали в 85% случаев. Примирением в настоящее время заканчиваются до 37% споров. Раньше этот показатель был на уровне 3%. В семь раз увеличилось число оправдательных приговоров. В ходе встречи говорили о качестве судебных кадров, об усилении защиты граждан и оптимизации производства. На грани банкротства крупное мукомольное производство в Шимкенте. Его владельцы задолжали банку 9 миллиардов тенге. Кредиторы обратились в суд с требованием признать то банкротом. Однако мукомолы попросили запустить процедуру реабилитации. По их словам, трудности с финансами у них начались во время пандемии. А после упали цены на их продукцию. На предприятии готовы разработать антикризисный план. В настоящее время дело по заявлению ТО рассмотрено. Применена реабилитационная процедура. После того, как решение вступит в законную силу, у кредиторов будет возможность обсудить и разработать план реабилитации по восстановлению временной неплатежеспособности. В Ак-Тубе бродячие собаки насмерть загрызли 12-летнего ребенка. Трагедия произошла в микрорайоне Есет-Баттер. Родители забили тревогу вечером, когда мальчик не вернулся с прогулки. Тело школьника обнаружили несколько часов спустя на строительной площадке. В дом бабушки и дедушки погибшего мальчика идут родственники и знакомые, чтобы выразить соболезнования. Мадьяр Шакират – средний ребенок в семье. Кроме него еще двое детей. Накануне вечером он, как обычно, отпросился погулять на улицу. А когда не вернулся, родные начали поиски. Чуть позже в полицию поступил звонок от сторожа одного из строящихся объектов, который и обнаружил тело ребенка. Сейчас жизнь собак стала дороже жизни людей. Получается, жизнь ребенка ничего не стоит. Как можно в мирное время терять детей? Почему не истребляют собак, не принимают меры? Сколько бы я теперь ни плакал, внука моего никто не вернет. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Однако какие-либо подробности стражи порядка не разглашают. По факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти в виде острой кровопотери, множественных рваных ран головы, туловища, возбуждено уголовное дело. Смерть предположительно от укуса животного. В настоящее время уголовное дело расследуется. Назначен ряд экспертиз. То, что сотни бродячих животных заполонили улицы города, признают и чиновники. Согласно новому закону об ответственном обращении с животными, бродячих кошек и собак должны отлавливать, временно содержать, стерилизовать, а потом отпускать на волю. Усыпить их могут только в том случае, если они представляют угрозу для людей. Однако полноценную работу в этом направлении еще не начали. Ждут, когда в силу вступят под законы и нормативные акты и поступят деньги. Выезжает на отлов ветслужбы только когда житель обращается с заявлением к участковому. Сегодня будет подписан алгоритм действий. Конкретно у каждого участка будут ежедневно поступать заявления. Соответственно будут приняты меры совместно с участковыми полицейскими. Отстрел будет проводиться согласно статье 15.4. Известно, что это не первый случай нападения собак на людей. Месяц назад бродячие животные в этом же микрорайоне покусали 13-летнюю девочку. Расследование по этому делу еще продолжается. И виновных в случившемся пока не нашли. Наталья Салькова, Анадин Булдобеков, Октубе, Хабар-24. Жители Восточного Казахстана атакуют клещи. Покусанных уже почти 2500 человек. И третий из пострадавших – дети. Есть в регионе и два случая заболевания клещевым энцефалитом. Какие меры принимаются? Проводят ли обработку территории? И достаточно ли иммуноглобулина в больницах, особенно сельских? Ответы на эти вопросы искала Анна Ильхисенбердина. Катон-Каргай – один из эндемичных районов, где водятся клещи. Именно опасные те, что переносят заболевания. В прошлом году здесь из-за их укусов клещевым энцефалитом заразились два человека. Поэтому на этот сезон увеличена обработка территории. Карл Гаскакова – начальник центра санэпидэкспертизы. Ее команда трудится в этот раз в районе села Улькеннарен. Основная обработка горячим туманом сделана еще в апреле. Сейчас просто профилактика. Две-три клещи обнаруживаются. Дву обработки до 30-40 бывают. Дезинфекция проводится строго по согласованию с местным акиматом, чтобы не пострадал скот или тем более люди. В среднем вообще 110 гектаров у нас идет охват в течение 8-9 дней. Это в зависимости от природных условий. В дождливые, туманные дни мы не выходим на дезмероприятия. Выходим только светлые, солнечные дни. Эффект же заметен сразу. В этом году в Катун-Карагае случаев укусов чуть меньше. Деньги нам выделяются из республиканского бюджета. Эффективность обработки 96%. Это очень хорошо. В прошлом году у нас были заболевания клещевым энцефалитом. В этом году уже нет. Но запас иммуноглобулина создан. В двух больницах района имеется 1615 мл препарата. Не жалуются и врачи в Усть-Каменогорске. Вот только не все пострадавшие вовремя приходят в больницы. В этом году с начала сезона укусов клещей на территории области зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом. Оба больные являются жителями города Усть-Каменогорска. Больные после укуса клещей не обращались за медицинской помощью. Также с профилактической целью противоклещевой иммуноглобули не получили. Сейчас больные получают специфические лечения. Всего на востоке Казахстана от укусов клещей уже пострадали 2388 человек. И цифра продолжает расти. Поэтому в регионе принимают меры безопасности. К примеру, одно из любимых мест отдыха парк Самалово-Скаменогорске уже в этот понедельник будет закрыт. Здесь проведут дезинфекцию. Анна Лисиммеровна, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Казардинские эпидемиологи бьют тревогу. В городе растет число случаев дерматомикоза – инфекционного кожного заболевания кошек и собак. С начала года выявлено 76 больных животных. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Между тем, зараза передается людям и чаще всего детям. Как обезопасить себя, выясняла Кристина Алмасклза. Дерматомикоз или кожаный лишай является очень заразным и распространенным грибковым заболеванием. Основным источником заражения являются бродячие кошки и собаки. Вот эта детская песочница теперь стала настоящим рассадником инфекции. Если копнуть поглубже, но я этого делать не стану, можно наткнуться на фекалии животных. Их оставляют ослабленные и чаще всего больные кошки и собаки. А дети, играющие вот в таких местах, могут легко подхватить опасную заразу. Об этом говорят и специалисты. По их словам, кожаный лишай чаще всего выявляется у детей до 14 лет. Среди детей до 14 лет наибольшее количество фактов зарегистрировано среди школьников. Около 49% всех случаев. 16% воспитанники детских садов. В списке неблагоприятных микрорайон Шанхай, пригородные поселки Тазбагет, Титова и Махамбет. В соответствии с законом, об ответственном обращении с животными, их отлов и уничтожение на данный момент запрещены. Поэтому на городских улицах бесхозных четвероногих стало заметно больше. Особенно вечером очень много бродячих кошек и собак. Они ведь могут не только укусить или поцарапать. Маленькие дети всё время тянутся погладить их, поиграть. Боимся, что могут заразу какую-нибудь подцепить. Как бороться с этими кошками и собаками, мы не знаем. Обходим стороной. Они агрессивны. Видно, что животные больные. Кожа на лишай передаётся не только от животного. Заразиться можно и при контакте с больным человеком. По словам медиков, с момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит от 4 до 6 недель. Среди первых признаков заболевания на коже человека появляются округлые красные пятна, шелушением чаще на коже лица, шеи и плеч. На волосистой части головы обычно возникает один-два очага, в которых волосы обломаны. Всё начинается с небольшой красной точки. Если вовремя не лечить, могут начаться осложнения. Чтобы не подхватить лишай, нужно соблюдать элементарные правила личной гигиены, говорят специалисты. А при первых признаках заболевания немедленно обратиться к дерматологу. Коронавирус никуда не делся. В Израиле официально объявлено о шестой волне ковида. С чем связан рост и как справляются? Материал Сергея Ослендера. Показатели заболеваемости начали тревожить специалистов ещё в мае. Подросло количество больных, увеличилось число тяжёлых пациентов, вырос индекс заражаемости. Это сколько здоровых человек заражает один инфицированный. Примерно такую же картину в Израиле, да и в мире наблюдали во время предыдущей пятой волны. Динамика так себе. 7 июня было 16 тысяч заражённых, 8-го 19 тысяч, а сегодня уже 22 тысячи. Этот вирус нам приготовил и преподнёс много сюрпризов. Поэтому, во-первых, по поводу коллективного иммунитета непонятно, потому что он постоянно меняется. Вполне может быть, что он достаточно изменится и появится какой-то другой штамм. И люди, которые переболели, то же самое, что с омикроном было. Люди, которые переболели предыдущими штаммами, большинство из них не были защищены от омикрона. Да, вполне может быть, что появится такой штамм. Но то, что мы видим, действительно, так же, как омикрон, это похоже на какое-то острое заболевание верхних дыхательных путей. Омикрон уже стал похож на это. Я думаю, что и следующий, если будет такой штамм, надеяться, что не будет, это будет тоже что-то похожее. Медицинские власти встревожены. Координатор правительства по борьбе с коронавирусом впрямую заявил, начинается шестая волна ковида. Не факт, что она будет тяжелее, чем предыдущая и пройдет с какими-то трагическими последствиями, вроде дельты, вызвавшей высокую смертность. Очевидно несколько фактов. И самое главное из них то, что вакцинация, она предотвращает тяжелые заболевания. И даже если появится какой-то измененный штамм, люди, которые переболели или вакцинированы, они уже частично защищены и от следующего штамма, даже если он сильно изменится. Разумеется, никаких апокалиптических прогнозов никто уже не делает. Вирус действительно ослабел. Вакцинация помогла, хоть и не избавила нас от этой инфекции совсем. Но специалисты по-прежнему говорят, прививаться нужно. Во всяком случае, израильский Минздрав настоятельно рекомендует сделать всем пациентам из групп РИСКа бустерную прививку. И по поводу отмены масок эксперты выражают сомнения. С этим, по их мнению, власти явно поторопились. Отмена масочного режима, абсолютно это неправильное решение, потому что эта мера не тяжелая. Она не связана только с каким-то личным неудобством. Известно, что это предотвращает заражение. До сих пор еще массу людей, громадное количество людей больны еще ковидом. Поскольку начинается новая волна, то специалисты рекомендуют хотя бы частично вернуться к карантинным нормам предыдущих вспышек. Пользоваться масками, соблюдать гигиену, избегать скоплений людей и привиться тем, кто этого еще не сделал. Коронавирус, конечно, уже не смертельное, но все еще опасное заболевание. Сергей Услендер, Хабар-24. Иран отключил 27 камер наблюдения Международного агентства по атомной энергии на ядерных объектах республики. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что средства мониторинга уберут с предприятий в Тегеране, из Фахани и Натанзи. Тем самым международные наблюдатели не смогут подтвердить, что Иран соблюдает условия совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. При этом в стране останется еще порядка 40 камер на других объектах, а также система письменного и онлайн-мониторинга. Ситуация очень напряженная, поскольку переговоры о возрождении СВПД серьезно замедлились. Двусторонний процесс по выяснению ряда нерешенных вопросов не увенчался успехом. Теперь к этому добавилась эта проблема. Более трех тысяч заключенных попали под амнистию в Таиланде после вступления в силу поправок о декриминализации марихуаны. Королевство стало первым государством Юго-Восточной Азии, снявшим ограничения на выращивание растений для личного пользования, а также культивирование для производства косметики и употребления в пищу. Кроме того, разрешены импорт, экспорт, потребление и хранение каннабиса в медицинских и оздоровительных целях. Вместе с тем, экстракты с содержанием психоактивных веществ выше установленного уровня по-прежнему считаются наркотиками. НАСА собирается изучать неопознанные летающие объекты. Японские ученые вырастили живую кожу для роботов, а страны Центральной Америки согласовали маршрут миграции для рыб. Подробнее о новостях и из мира науки расскажем в международном обзоре. Японские ученые вырастили живую кожу для роботов. Ранее в основном использовался силиконовый продукт. Чтобы добиться желаемого, команда из Токийского университета погрузила роботизированный палец в цилиндр с раствором коллагена и фибробластов кожи человека. Это два основных компонента для соединительной ткани кожи. Пока новым материалом покрыли только палец. К слову, такая оболочка не мешает движениям. Конечность может спокойно сгибаться и разгибаться. Наличие живых клеток означает, что роботу можно придать свойства, уникальные для живых клеток или биоматериалов. Это такие, как самовосстановление, расщепление, высокочувствительное восприятие и метаболизм. Сейчас мы создали простую модель. В будущем планируем добавить к нашей коже нервные окончания и сосуды. На острове Уайт в Англии нашли останки плотоядного динозавра, который может оказаться самым крупным представителем своего вида в Европе. Ученые обнаружили кости спины, бедер и хвоста, а также некоторые фрагменты конечностей. Основываясь на находке, вычислили длину животного. Она составляла не меньше 10 метров. Хищник жил примерно 125 миллионов лет назад в меловой период. Информации о нем пока еще недостаточно. Поэтому исследователи еще не дали динозавру научное название, пока его окрестили спинозавридом Белой скалы. Штормовое предупреждение из жары объявили на востоке республики. Жителям региона разослали экстренные смс-оповещения. Им советуют ограничить время пребывания на открытом воздухе, а стражи порядка с оживленных городских улиц передислоцировались в места отдыха. Как и где в Ускаменогорске спасаются от летнего зноя, увидел Вячеслав Итлугин. Жаркое лето добралось и до восточного Казахстана. И ввиду значительных плюсовых температур до плюс 37 градусов в регионе объявлено штормовое предупреждение. Горожане уже получили оповещение об этом через смс-рассылку. И, наверное, сейчас одним из самых комфортных является времяпрепровождение у воды. Я думаю, что большинство восточных казахстанцев со мной согласны, потому что вы сами видите, сколько сейчас народу на городских пляжах. Они заполняются и очень значительно. Жарко в городе. Как спасаетесь и где от жары? Ну вот на пляж живу рядом здесь. Прихожу на пляж сюда и загораю здесь. Ну вот купательный сезон сегодня открывается. Здесь возле речки хорошо, не жарко. А вообще в городе много мест, где можно отдохнуть? Да, набережная здесь. На ГЭСе у нас хорошо там прохладно тоже. И холодный ртыш, как панацея, от жары с резким наплывом отдыхающих к побережью стянулись полицейские и водно-спасательные службы. Причем во всем Усть-Каменогорске лишь два, оборудованных по нормам безопасности пляжа и десятки стихийных мест отдыха. Очень много отдыхающих, в том числе и детей. Усиленные дополнительные наряды. Именно здесь проводят пешее патрулирование. Ранний июньский зной похожий на руку капитанам речных трамваев. Пассажирские суда, как челноки, курсируют по речному фарватеру. Впрочем, спасатели советуют отдыхающим все же укрыться в тени и ограничить пребывание на открытом воздухе. По Восточной Казахстанской области у нас объявлено штормовое предупреждение. В связи с установившейся жаркой погодой необходимо ограничить пребывание нашим гражданам на открытом воздухе. Также не находиться под открытым солнцем. Еще сложнее спастись от палящего солнца, находясь в центре города. На аллеях Усть-Каменогорска и в плюс 36 не заполнены городские бассейны. Аншлаг у одного работающего на местном арбате фонтана. И судя по ближайшим прогнозам Казгидромета, на востоке Казахстана еще как минимум до конца недели будет жарко. После погоду испортит холодный фронт, идущий со стороны Сибири. На следующей неделе, уже начиная с понедельника, ожидается постепенное понижение температуры воздуха в связи с прохождением холодных атмосферных фронтов. В нем ждем понижения от 28-33 до 20-25 тепла к концу недели. С 11 по 13 июня после объединения двух циклонов северо-западного и южного практически на всей территории республики сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. ЧП на Арселор Миттал-Тимиртау погибли четверо рабочих. Трагедия произошла во время демонтажа огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Один человек госпитализирован. Мы уточняем информацию, подробности будут позже. Сезон запрета на вылов рыбы для промысловых артелей Балхаша завершился. А вот выхода к озеру практически нет. Устья реки Илей в селе Куйган, где она сливается с Балхашом, заилина и глубина под килем баркасов составляет около метра. И без того морально устаревший плод ежедневно сталкивается с этой проблемой. Подробности у Гульнар Жантасовой. Сейжан Сатанов рыбак в третьем поколении. А потому знает наизусть не только самые рыбные места в Куйгане, но и многие годы наблюдает, как мельчает русло родной реки. Когда-то здесь без помех могли пройти несколько судов. Сейчас из-за того, что дно сильно заилилось, приходится преодолевать этот участок только по одному судну. Это очень острая проблема для нас сейчас. Погода на озере непредсказуемая. Если шторм, судну с уловом пройти здесь сложно. Может запросто сесть на мель. Приходится его буксировать при сильном ветре. Это вдвойне сложнее. Каждому из баркасов больше 50 лет. Для того, чтобы он отработал целый сезон, а потом приходится его усиливать более мощным двигателем. А менять их приходится каждые три года. Бригада Ербулата Нургалиула готовит свой баркас к началу промыслового сезона. Двигатель – сердце бота. А потому и работать он должен, как часы. Родных моторов здесь уже нет давно. А потому устанавливают мазовские. Они более мощные, говорят умельцы. Да и запчасти на них можно найти. Эти моторы когда-то были выпущены для военных грузовых автомобилей. А потому и ищем их по всей стране и устанавливаем на судно. Если движок мощный, у лоба побольше можно загрузить. Да и в шторм вытянет. В этой артели больше 10 судов. Самая молодая из них – конца 80-х годов прошлого века выпуска. За время эксплуатации не раз приходится менять и днище судна. А потому здесь, в Куйгане, сварщики высокого уровня ценятся на вес золота. За месяц приходится у трех ботов железо на днище менять. Потом заливаем соляркой, чтобы проверить протечки. В целом, каждые 10 дней обращаются за ремонтом. Надо новый флот выпускать. Баркасы, катера. Сколько можно на старых суднах работать. Новое есть новое. И нам легче было бы. Да и если поломка, в сезон без дохода останемся. У нас же как повезет. Все от улова зависит. Сейчас на вылове рыбы в Алматинской области задействовано 18 артелей. Четыре из них сконцентрированы в Куйгане. Совместно с промысловиками мы вышли с официальным письмом в одну из организаций, которая сейчас работает на нашей территории по очистке дна реки Ильи. Подписали договор с ними. Как они завершат основные работы, приступят к очистке устья реки и у нас в Куйгане. Уже в ближайшие сутки промысловики приступят к своей обычной работе. В нынешнем сезоне объем выделенной квоты на вылов рыбы в Алматинском регионе составляет больше 5000 тонн. Старую снесли, новую никак не сдадут. На пять лет растянуло строительство школы имени Махжана Жумабаева в Атерау. Все это время ее ученики кочуют по другим учебным заведениям. Почему подрядчики не могут уложиться в сроки, разбирались наши коллеги в регионе. Ломать не строить. Наглядный тому пример школа Махжана Жумабаева. Здание, признанное аварийным, снесли. Территорию огородили. А построить новую планируют уже пять лет. Все это время местные жители терпеливо ждали. Мы закончили в 2017 году первый класс в этой школе. И в том же году, перед первым сентября, нам объявили, что школа аварийная. И нас перевели в 18-ю школу. В школу ходим пешком. Потому что с нашего района до 18-й школы Крупской у нас туда транспорт не ходит. Мы переходим несколько перекрестков. Я сама лично провожаю ребенка в школу, потому что я боюсь за ребенка своего. Мы требуем, чтобы нам построили нормальную школу. Нормальную школу родители требуют возвести на месте старой. И не на 160 мест, как предлагал Акимат, а на 300. Требуют вернуть в собственность и пришкольную территорию. Как выяснилось, несколько соток по непонятным причинам перешли в частные руки. С этим вопросом инициативная группа не раз обращалась к чиновникам. Два здания незаконно построили в охранной зоне нашей школы в 2004 году. Здесь раньше были двое ворот. Было три входа в эту школу. Последние года, начиная с 2004 года, оставался вот этот единственный проход. Вот этот. Сюда ни заехать, ни выехать. По территории уменьшилось на 11,4 сотки. Ситуация изменилась лишь после вмешательства областной прокуратуры. В итоге землю вернули, проект пересмотрели. Вначале было запланировано строительство школы на 160 мест. Потом была изменена проектная мощность этой школы на 300 мест. В данное время подрядной компанией разрабатывается проектная смертная документация. Надеемся, что этот проект до конца года выйдет из государственной экспертизы и начнется само строительство. Само строительство тоже обещает быть непростым. Инициативная группа намерена следить за качеством строительных работ. И уже сейчас настаивает на применении безопасных материалов. И пока стороны спорят, школьный проект уже превращается в долгострой. Почти 200 миллионов тенге сэкономили на социальных объектах за счет программы энергосбережения. Ее в Казахстане запустили около 10 лет назад, благодаря чему энергопотребление сократилось на четверть. Подробности в следующем материале. На социальных объектах энергосберегающие лампы стали устанавливать около 10 лет назад. И за это время больницы, школы и детсады сэкономили больше 180 миллионов тенге. Или четверть своих затрат на электричество. Все это стало возможным благодаря программе энергоэффективности. Проект получил грант Всемирного банка. Это больше 20 миллионов долларов. Мы получили очень хороший эффект. Это снижение энергопотребления, ресурсопотребления порядка на 30-40%. Наши министерства инфраструктурного развития и Всемирный банк на сегодняшний день пришли к выводу, что надо масштабировать данный проект. Почему? Потому что я сказал, что в нашей стране очень много социальных объектов, которым нужна термомодернизация, энергомодернизация. В рамках проекта в стране будут работать энергоаудиторы. Предстоит оценивать энергоемкость тех или иных услуг, оказываемых через портал госзакупок. Чем ниже показатель, тем выгоднее товар или услуга на рынке. Вводим новую штатную единицу во всех субъектах частного сектора, чтобы у них была обязательно штатная единица, ответственное лицо по повышению энергоэффективности. В Казахстане, чтобы добиться снижения энергоемкости, разработали законопроект по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Документ сейчас находится в Сенате. Динара Абдирова и Ахлбек Исим Сиитов, Хабар, 24. Итоги референдума обсудили в Центральном аппарате партии Аманат. Они, как отметили на площадке Толклау, продемонстрировали новый уровень общественной консолидации. Это значит, что у власти и общества есть общее представление о перспективах дальнейшего развития страны. Все принятые решения – это возможность объединить все наше общество в рамках конституционных реформ. Мы, безусловно, уверены, что они принесут большие изменения. Поэтому граждане поддержали поправки в основной закон. В свою очередь, исполнительный секретарь партии Аманат Асхат Уралов подчеркнул, прошедший референдум показал, в стране укрепляется институт демократии. Референдум является институтом прямой демократии. И здесь можно с уверенностью сказать, что проведение этого важного политического события закрепило наш ориентир на созидание государственности на основе демократических ценностей. И партия Аманат в авангарде этого движения продолжит эту поступательную работу. Ну и к данному часу это вся информация, о которой мы успели рассказать. Всего доброго и до свидания.